Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про двух сестер и мужчину. Вопрос задает старшая сестра, описывая историю своей младшей сестры, у которой не было отношений, и она периодически знакомится, но выбирает пока с кем завести отношения. С ней познакомился молодой человек, не так давно, они общались по переписке, ужинали, но младшая сестра, младшая сестра, автор вопроса говорит, что он к ней приставал, что ему нужен только секс, а как на скидке автору вопроса, сейчас серьезные отношения не нужны, и она не против, как бы отношений свободных. И вот, в сетку предложила познакомить своей сестре этого мужчину с собой. Типа, ей, младшей сестре, несерьезные отношения не нужны, а ей, старшей сестре, кратки, несерьезные отношения очень даже прошли. Вот, сестра согласилась, вот, дальше, значит, со стороны младшей сестры были опасения, что старший расскажет мужчине о том, что они сестра, вот, чего, конечно, автор вопроса не сделала. Вот, дальше была небольшая переписка между ними, вот, и опасения младшей сестры по поводу того, что, все-таки, автор вопроса расскажет. Но, автор вопроса так ничего и не рассказала. Вот, в итоге, дальше переписки, дело не зашло, но, случайно, автор вопроса увидел этого мужчину на улице, они познакомили, они погуляли, прогулялись, вот, и решили, как бы, что, не против провести несколько, ни к чему не обязывающих встреч, вот, но на этом и на сняли, ничего не было. О чем автор вопроса рассказала сестра. Астра начала обвинять автор вопроса в том, что та все рассказала мужчине, видимо, про то, что они сестры, хотя, опять же, автор вопроса ничего не рассказывала. И вот, задается автор вопроса таким моментом, она спрашивает у нас такой момент, в чем она виновата, вот, потому что свою вину она чувствует. В чем виновата, непонятно, и может ли она встретиться с этим мужчиной. Вопрос, конечно, довольно неоднозначной, потому как дело здесь не в мужчине. И даже дело, на самом, как мне кажется, не в ваших, не в ваших взаимоотношениях. Ну, я имею в виду возможные конкуренции ваше делание страха сестры младшей, что мужчина узнает насчет того, что вы и ваша младшая сестра, собственно, сестра, а дело здесь в том, что, судя по вашему описанию, ни у вас, ни у вас, ни у сестры, вашей, не получается выстраивать отношения. Не складываются отношения с мужчинами. Здесь либо страх близких отношений, либо проблемы гендерного поведения, запрет на брак, какая-то личностная проблематика, страхи комплексом, деструктивно и бапорным поведением. Вот, что нужно разбирать. Ведь, понимаете, сестра ваша каким-то образом притянула к себе мужчину, который к которой типа ей не подходят. у вас отношения не складываются, что вы хотите несерьезных отношений. Нет, поймите правило, в несерьезных отношениях ничего плохого нет, хотите на здоровье. вопрос не в этом. Вопрос в том, что очевидно, до вас уже был неудачный опыт. С этим нужно работать. То есть, иными словами, вам и вашей сестре нужна психотерапия, чтобы разобраться с проблематикой, о которой я говорю. И говорю. Далее, что касается конкретно этой ситуации, то здесь обычная конкуренция. Обычная конкуренция и самолюбие. Несмотря на то, что сестра согласилась познакомить вас с мужчиной, это все-таки ее мужчина был, даже если он ее не подходит. Все женщины в собственнице. Уж кому как не вам об этом знать, потому что вы женщина. И мне кажется, что ваша сестра, может быть, даже не осознавая этого, конкурирует с вами за этого мужчину. Не хочет, чтобы вы с ним подружались. Поэтому здесь мне кажется вопрос о том, может ли вы встретить с этим мужчиной следующее. если вы дорожите своей сестрой, если вы можете выйти с ней на достаточно искренний разговор, поговорите и постарайтесь выяснить ее настоящие отношения к тому, что происходит. Если вы дорожите своей сестрой, но не можете вывести ее на такой разговор, то, наверное, с этим мужчиной лучше не встречаться. Ну и наконец, у вас, мне кажется, должен быть выбор. То есть у вас должен быть выбор встречаться с этим мужчиной для несерьезных отношений или встречаться с каким-нибудь еще другим мужчиной для несерьезных отношений. То есть мне кажется, что не должно быть такого, что у вас только один мужчина с учетом того, что вы хотите несерьезных отношений. И этот мужчина по сути с первой познакомился вашей с сестрой. То есть вы строите себя сами, как я вообще сама считаю, я достойный того, чтобы у меня был больше выбор или нет. Мне кажется, что достойный вот решить для себя из выбора, хочу ли я встречаться именно с этим мужчиной, хочу ли я именно с ним провести ночь, время и так или я просто хочу провести время с мужчиной. И не особо важно с каким. Но вот этот мужчина он как бы есть, да, а других нет, и поэтому вот я вот сделаю так. Понимаете, о чем идет речь? Это очень важный момент, чтобы вы делали что-то именно из выбора, а не из отсутствия у вас. Чтобы вы были свободны в своем выборе. Вот это очень важный аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. и желаю вам всего самого доброго и удачи. ваше внимание.